О человеческих поступках и главных событиях недели в программе Николая Пивненко. Вспоминая о главном. 18 часов и 5 минут в российской столице. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте всем тем, кто, как всегда, в это время настроился послушать программу, которая по-прежнему называется «Вспоминая о главном». И мы приветствуем всех, кто слушает радиошансон на огромной территории нашей страны, далеко за ее пределами. Сегодня у нас с вами очень интересный гость, отношения к нему разные, прямо скажем. Павел Павлович Глоба, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Павел Павлович, у вас же масса всевозможных званий. Как вы себя называете, как вас официально нужно представлять? Просто Глоба. Просто Глоба. Помните, был такой фильм «Просто Мария». Да. А теперь будет «Просто Глоба». Пускай будет так. Павел Павлович, сегодня я предлагаю нашим слушателям дозвониться по телефону 223-5550, 223-5550 и задавать любые вопросы Павлу Павловичу Глобе. Уверен, что будут дозваниваться как те, кто верит в астрологию, так и те, кто в нее не верит. Все равно будут дозваниваться и задавать свои вопросы. Одни и те же причем. Ну, а те, кто сможет дозвониться, сразу же перед тем, как вы будете задавать вопрос, ответьте, пожалуйста, и на вопрос программы. Вы вообще в астрологию верите? И для того, чтобы вы как-то поняли, о чем пойдет сегодня разговор, разговор пойдет о том, чего нас ждет, что уже сбылось, что было предсказано астрологами. И не сбылось тоже. И не сбылось. Даже так, то есть вы можете сказать, что не сбылось. А я спокойно к этому отношусь. Это же наука, понимаете? Зачем это абсолютизировать? Это же не религия, в которой надо верить. А где написано, что это наука? Я тоже не верю в астрологию. Я ее изучаю. А где написано, что это наука? Всегда было до 18 века, это была наукой. А потом? До 18 века никакой психологии не было. Астрология и астрономия было одно и то же. Говорили астроном, подразумевали астролог. Мы говорим, как говорили раньше у нас, это самое, ретро, пожалуйста, немножко воспоминание. Мы говорили, Ленин, подзываем партия. Я же говорил, астроном подразумевали астролог. Математика тоже астролог был. В 18 веке произошло разделение. Астрономия, по-моему, не предполагает какие-либо предсказывания. Раньше предполагала, потому что астрономия, это был, в общем-то, раздел астрологии, который просто помогал астрологам делать более грамотные прогнозы. Потому что астрономы помогали этим прогнозам тем, что вычисляли траекторию планет более точно, делали какие-то математические расчеты. Это было уже необходимо. И сейчас, в общем, астрологи предбегают к астрономическим и математическим расчетам для того, чтобы повысить свой уровень. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот если, я понимаю, что очень сложно о науке сказать в нескольких фразах, но все-таки какова основная задача астрологии, вот если вы ее представляете как науку? Наука о циклах, объективных циклах, которые просто существуют, независимо от того, что мы о них думаем. Об этом лучше всего сказал Александр Леонид Чижевский, который говорил, что астрология, очищенная от средневековых суеверий, является нормальной наукой, и которой, в общем-то, совершенно спокойно может заниматься любой уважающий себя ученый. Он в начале 20 века об этом сказал, он признан авторитет науки. Да, вообще вся наша жизнь состоит из каких-то циклов. Совершенно верно. Циклы планетные. Это наука о циклах, просто наука о космических циклах и закономерностях. И взаимосвязи между этими космическими циклами и жизнью на Земле, о том, почему это происходит, на каком уровне происходит передача этой информации, или что там влияет на нас, это не задача астролога, это задача физиков. Задача математиков это доказывать. Ну, скорее всего, физиков. Потому что задача астрологов, это, понимаете, у них чисто прагматическая задача. Показать, как это может, ну, не влиять, а что может произойти в результате того, что, допустим, произошел какой-то цикл. Допустим, повторилось, допустим, противостояние Марса или еще что-нибудь подобного рода, какое-нибудь космическое явление. Что может в результате этого произойти? И что нужно делать для того, чтобы не произошло, не произошла какой-нибудь трагический развязок? А вот тут и интересный момент, что если, например, не сбывается какое-то событие, вы ведь всегда можете сказать, вот, они сделали правильно, пошли не налево, а пошли направо, как я сказал. Ну, а что мы остались? Простите, а если... Как доказать? Ну, а как доказать? А как доказать в медицине? Ну, вот, ну, это самое, ну, у врача, допустим, ну, пожалуйста, это самая какая-нибудь неудачная операция. Ну, что он скажет? Ну, это реальные вещи. Выйдет к этим самым, к родственникам этого самого человека, которого он уже зарезал на операции и скажет, я сделал все, что мог. Ну, так, скажет. Ну, его можно проверить. Да, все, что мог, он сделал. Действительно. Можно посмотреть диагноз, можно посмотреть, извините, такую подобную... Посмотрите диагноз, вскрытие покажет. Да, знаменитая фраза. Это старый советский анекдот. Вскрытие всегда покажет. Понимаете, у нас всегда вскрытие показывает. Ничего подобного. Ассоциации врачей и на Западе ничего не доказывают. Врачи всегда остаются не при делах. А вы когда-нибудь принимали участие в лечении? Медицинские, скажем так. Нет, ничего подобного. Я не принимал участие в лечении, хотя у меня первое образование не закончили медицинское. Я не принимал... А кем вы должны были быть? Я должен был врачом, терапевтом, я должен был быть человеком. Врач-терапевтом. Ну, да. Павел Глобов. Дошел до специализации с третьего курса, меня вышибли. Понятно. Вы решили заняться вселенной. Ну, в общем, да. Итак, у нас уже масса телефонных звонков. Будем считать, что мы такой вход в программу сделали. И я хочу еще напомнить, друзья, что через 10 минут будет очень интересное и важное объявление. Вот такая вот интрига. 223-55-50 номер нашего прямого телефона. Работает форум на радиошансон.ру. А также, если вам не жалко каких-то небольших денег, присылайте свои вопросы Павлу Павловичу Глобе на наш короткий номер 103 и 0. Ну что, Павел Павлович, готовы? Конечно. Как-то так... Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Как зовут вас? Алексей меня зовут. Очень интересный гость. Очень приятно, что пригласили. Алексей, секундочку, секундочку. Вы верите в астрологию? Вы верите в астрологию? Я верю в реальность. То есть я никогда не зациклюсь на прогнозы. Не зациклюсь. Носить даже имя Эстонии, что вблизи островов в ночь на 28 сентября с точностью практически, с огромной точностью до сих пор вот это вспоминают. И есть доказательства. Какие? Газета «Молодежь Эстонии» это опубликовала буквально за сутки до выхода парома Эстонии 27 сентября. Хорошо, как раз вы сейчас расскажете эти самые неудачные, но пока об удачном говорю. Вот что вы, как вы это все увидели? Вот расскажите конкретно. Это был гороскоп. Но дело в том, что меня просто, понимаете, там просто журналисты этой газеты, я после моего выступления в Таллине, они буквально меня не выпускали. Три часа говорят, ну вот предскажите нам что-нибудь, чтобы действительно сбылось, чтобы мы вам все поверили. Я три часа работал над тем, чтобы протрактовать вот эти ближайшие события. Понимаете, я вспотел весь. Я говорю, ну проклял все на свете. Ну ладно, вот трактуется так, что там планета Нептун, связанная с морем, понимаете, там вот острова Сатурн. Вот протрактовал практически, говорю, ну вот что-то такое и крестовая ситуация, которая была связана, крест. Это трагическая история. Это было 28 сентября. Я говорю, что-то будет у вас 28 сентября с островами, какое-то судно. И поскольку там очень завязано на паром, вообще на гороскоп самой Эстонии, я говорю, и сама Эстония будет как-то участвовать в этом процессе. То есть само название Эстонии. Оказывается, это паром Эстонии, я не знал ничего. Через два месяца это сбылось. Вот так. Хорошо, скажите, а вот... На самом деле я протрактовал точно по астрологическим всем канонам. Я вам верю, Павел Павлович, все. Есть доказательства. Теперь, вот вы... Путин, предсказание Путина, что он придет в 99-м году, что Ельцин уйдет в отставку в 99-м году с Гордоном, с этим самым Сашей Гордоном. Мы поспорили даже в Париже, я никогда не забуду. На что спорили? Володя Соловьев, был Саша Гордон. Мы в Париже сидим 31 декабря 99-го года. И где Гордон утром в отеле говорит, значит, о, ну вот, Глоба, ну вот признайтесь, что вы же... Ну ничего не стоит ваша астрология. Все это полная чушь собачья. Ну вот сейчас уже 31 декабря. Вы нам на программе сказали, что Ельцин уйдет в отставку в 99-м году. Вот ваш этот самый какой-то там журнал-профиль был до этого. Ельцин уйдет в отставку в 99-м году. Вот. Ну вот сейчас 31 декабря. Ну признайтесь, понимаете? Что я ставлю большую сумму. Ну вот сейчас уже что такое? Ну ничего же не будет. Ну, вы знаете, у меня что-то такое внутри сработало. Я испугался. Испугался вот сделать ставку. А мог бы выиграть большую сумму. Представляете? Неужели Гордон предлагал деньги? Ну не знаю. Он сказал, ну я вот так вот обобщил. Давайте я сделаю. Если бы я еще шаг сделал, он бы пошел. Он умеет блефовать. Вот. И это самое... Если Гордон нас слышит, пусть дозвонится к нам. Пусть дозвонится. Пусть дозвонится. Пусть дозвонится. Ну Соловьев, кстати говоря, Володя Соловьев может подтвердить эту историю. Потому что он здесь присутствовал. Он здесь присутствовал. Понимаете? И вот после того, как 12 часов произошло это самое, действительно объявили, что Ельц ушел в отставку, я Гордона до позднего вечера не видел. А как вы относитесь... У него был очень бледный вид. Как вы относитесь... Он сейчас не очень хочет вспоминать эту историю, но есть свидетели другие. Скажите, пожалуйста. А как вы относитесь... Вот это был прогноз ночный. Понимаете? Вот это был прогноз. Я здесь, знаете, целый день, целый день я после этого чувствовал себя... Папалыч, я понимаю, что вы оттягиваете ответ на вопрос, какой самый неудачный прогноз. Подождите, подождите. Я по поводу главы государства. А вот эта вот история, что Лысый меняет Лосатого, она работает вообще? Ну это же... Это астрология, нет? Задорнов Михаил Николаевич. Он это все в свое время... Мы с ним сидели еще давно, это... Очень лет 20 назад мы это вот просто хохмели в таком узком кругу. После этого он это вынес на сцену и начал об этом говорить. Вот так, да. Папалыч, теперь, пожалуйста, самый неудачный. Ну, самые неудачные были у меня, понимаете. Вот я, например, вот в 2000 году думал, что победят, победит не Буш все-таки, а победит Гор. Вот это мой... Альберт Гор, да. Альберт Гор. И вот здесь вот я ошибся. Но там ведь до конца шла эта борьба. Вы знаете, до конца шла, а потом мы понимаем, в чем я понял свою ошибку. В чем? Потому что у них же решают непрямое голосование все-таки. А у них, да, у них выборщики. А все-таки большинство там все-таки было за Буша. Понятно. А где легче предсказывать, в России или в США? Вы знаете, в США я не был ни разу, поэтому я не могу сказать. Думаю, что и там, и там. Все-таки прогноз это не предсказывать, прогнозировать. Сколько астрологов вообще в мире существует? Ну так, приблизительно. Таких, ну, маститых. Вы знаете, не знаю. Но думаю, что так же, как и врачей. Так же, как и в любой профессии. Так же, как и Николай Февненко, наверное, существует. Профессионал в своем отделе существует немного все-таки. Понятно, понятно. А занимающийся астрологией много. Нет, здесь можно остановиться уже. Здесь можно остановиться. Давайте примем следующий звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, это я. Это вы. Как вас зовут? Юлия. Меня зовут Юлия. Как где живете, Юлия? Я живу в Москве, я хочу сказать... Вы верите в астрологию? Да, я верю в астрологию, как я верю в космос, как я верю в мироздание. Я верю в это обязательно. И Глоби вы верите? Глоби я верю. И хочу сказать, что мы неизбежно зависим от звезд. Правильно. Мы неизбежно зависим от планет, потому что мы частичка этого большого мира. У меня вопрос такой. Давайте, конкретный вопрос. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот насколько вы верите в то, что в ближайшие, допустим, пусть 50 лет наша астрология, я имею в виду и математика, потому что математика у нас хорошая, насколько астрология достигнет, ну, больше исключительной точности и понимания. Я имею в виду сочетание астрологии, астрономии и математики все вместе. Понятно. То есть соединить это. Да, это правильный вопрос, кстати, очень умный вопрос. Я благодарю вас за то, что вы задали такой вопрос. Действительно, я его не ожидал, но это была действительно хорошая такая неожиданность. Спасибо большое. Дело в том, что до сих пор представители официальной науки к астрологии относятся, вы знаете, вот так с пренебрежительной сквозь зубы. Забывая о том, что хотя бы потому, что астрология является частичкой и не частичкой, а составным элементом истории, что ей более 5000 лет, к ней надо относиться по-другому. Хотя бы учитывая древний возраст и хотя бы учитывая то, что множество знаменитых людей, внесших в науку, да уже в ту же официальную науку, в великий вклад, как Ньютон, как Кеплер, например, или Галилей, занимались астрологией очень серьезно. И у Кеплера, например, в рукописях целый том, он хранится в публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, составляет толкование гороскопов. Я просто говорю о том, что, к сожалению, к большому, это все зависит от представителей науки. Если они пойдут на контакт, если будут возможности, реальные возможности диалога, то я думаю, что ни один, уважаемый, нормальный астролог не будет прятаться от этого, и это будет только на пользу и науке, и астрологии тоже. Первый, кто это сделал, это был Александр Леонид Чижевский. Вот гениальный был у нас человек, вот гениальный. Сидел, правда, в лагере за это, расплатился за лженаучные исследовательские изыскания. Скажите, пожалуйста, а может быть, астрология — это некое масонство еще? Какое? В смысле... Ну, знаете, вот есть официальная наука, да, вот вы говорите Ньютон, там, все-все-все. Масонство, насколько я понимаю, это какие-то там тайные общества, что ли. Астрологи, насколько я знаю, там они не прячутся. Нет, какой-то... Наоборот, все открыто, мы же публикуем все прогнозы, а что, и никаких там закрытых, никаких тайн... Наоборот, более того, астрологов невозможно загнать даже не только в тайны, а даже просто несколько астрологов посадить за один стол. Понимаете? Два астролога, три мнения уже будут. Ага, а как так может быть, если вы три хороших, профессиональных астролога и три разных мнения? Да нет, я шучу, конечно. А, вы шутите? Я не шучу. Конечно, шучу. Просто потому, что у них свои амбиции, они считают себя там каждый самым... А у вас большие амбиции, по-моему? У меня, вы знаете, я не могу сказать про свои амбиции, у меня очень большие амбиции, поэтому я очень скромный. Что в последнее время нас действительно больше интересуют проблемы ПРО, какие-то другие вот новости, да, в частности то, о чем мы сегодня тоже будем говорить, кризис и так далее. Проблемы ПРО — это противоракетная оборота, да, понятно. Почему люди меньше интересуются вот как-то вот своей собственной жизнью, а больше вот как-то внешним миром? А потому что внешний мир угрожает их собственной жизни, они так считают. То есть ПРО нам с вами сейчас угрожают. Почему это? Так, понимаете, средства массовой информации, в общем, они к этому приложились. Ну, вы согласитесь, что можно как-то разжечь где-то огонек, где-то потушить огонек. Вы же как человек-медийный, как журналист, сами прекрасно понимаете. Конечно, можно. Хорошо. Чем и занимаются журналисты. Павел Павлович, вот мы сейчас начинаем принимать звонки, и перед этим еще один коротенький вопрос. Вот в данную минуту, в принципе, уже что-то можно предсказывать. Прогнозировать, еще раз говорю. Прогнозировать. Извините, ну, можно это к литературным. Пожалуйста. Прогнозировать. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы вы начали прогнозировать, вам нужен компьютер, вам нужны какие-то карты? Да. Как это происходит? Вы же не можете знать, что вот сейчас будет через сегодня вечер? Я не Альберуни. Это он мог там, в общем, понимаете. У него была астролябия, по которой он там делал вычисления. Нет, сейчас нет уже. Сейчас она не нужна. Сейчас вот все в компьютере, заложена программа. Набираешь, и за две минуты тебе гороскоп делает. Дальше трактуют просто. То есть вы можете приблизительно прикинуть, что сегодня будет вечером? Ну, в принципе, да, потому что у меня есть таблица специально. Вот знал, знал, я знал, я знал. Нет, я не знал, что у вас есть таблица шикарная, одни цифры. Что вы там понимаете, я не знаю. Все понимаю. То, что по этим цифрам можно прочитать, то я и понимаю. Вы пока посмотрите цифры. Я напомню нашим радиослушателям телефон 223-223-5550, 223-5550. Работает наш форум на радиошансон.ру. А также присылайте свои вопросы на наш короткий номер 103 и 0. Это стоит недорого, но ваш вопрос я постараюсь озвучить. Мы как, вы ответите нам про вечер сегодняшний или мы звоночек пока примем? Пожалуйста, звоночек. Звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валентина. Вы верите в астрологию? Да. Так, пока 3-0, да? Нет, 2-1, вот так я бы сказал. Почему? Ну, первый человек сказал, он и верит, и не верит. Что-то такое было. Ну, хорошо, давай. Ну, хорошо, 3-0, Ради Павла Павловича. Так, мы слушаем вас. Послушайте, я вот не помню, в какой передаче телевидения слышала, что якобы появился 13-й знак Зодиака. Я в него попадаю, кстати, в этот знак. Так ли это и насколько сдвигаются в календаре числа? Я, допустим, вот Овен с 21 марта по 21 апреля. Как теперь мне считать свой знак? Спасибо большое. Это знак Змееносец. Змееносец, он навсегда был. Его еще Птолемей описывал, это 2-й век нашей эры, все нормально, он между Скорпионом и Стрельцом находится. Назовите четкие границы. Ну, разные по-разному, но если по созвездию, это одно, это в декабре, допустим, если по знакам Зодиака, с неподвижным Зодиаком, то это где-то приблизительно в конце ноября, по-разному там, по-разному можно считать, то есть... Между Стрельцом и... И Скорпионом. И Скорпионом. И Скорпионом, он действительно так находится. То есть гулящий такой знак. Гулящий, да, да. А в чем, в чем, почему его нет? А почему нет? Вы говорите, что он есть, а вроде как его нет. Ну, потому что он нарушает вот это вот число 12, которое считается таким священным числом раньше. Кстати, о числах, пока дозваниваются по телефону 223-5550. Я когда-то читал очень интересную книгу, правда не помню автора, что не делает мне чести. Вот, но там очень много написано про числа. Да, число 13, число 7, число 5. Вы когда-то как-то с числами этими работаете? Есть какие-то действительно хорошие числа и плохие числа? Нет, ну я просто не могу сказать, что это к астрологии не имеет никакого отношения. Кружок, кружок. Я, например, люблю семерку. Мое число 5 и 7, это у меня мои и 8. Три числа, которые я... Шестерку не люблю. Что-то у меня тройка-семерка-туса еще. Тройка-семерка-пятерка у меня еще. Да, 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 да. Я ни тройку не люблю. Вот и тройку, и шестерка, это не мои числа. Я очень... Ну, может быть, шестерка, потому что там шестерка, там, знаете, говорят такие... Павел Фалович. Ну, не знаю, у каждого свои. Тринадцать число любимое. Любимое. Причем очень интересно, что тринадцать... Мне почему-то везет на тринадцатые числа, и у меня всегда вот... Почему-то очень часто тринадцатые числа, они удачные. Хорошо. Теперь давайте уже будем конкретно говорить. Какой самый ближайший прогноз на какое-нибудь значимое событие в России, кроме прогнозов погоды и тому подобное? Именно значительное. Которые никогда не сбываются. На наш короткий номер 103 и 0. Ну, вот я думаю, что лето будет у нас незабываемым летом. Вы не пугайте, а незабываемым в каком? Ну, как вот в прошлом году лето. Я говорил тогда, вот опять мой не сбывшийся прогноз, вернее, сбывшийся, но по времени сбывшийся, по месту не сбывшийся. Я в прошлом году была пресс-конференция в доме жюри в конце мая. Говорили, что как будет год... В доме журналиста. Да, в доме журналиста. Говорили, что как будет год, он говорит, он спокойный будет до августа. А с августа начнутся проблемы, события тяжелые. И будут еще и аварии, авиакатастрофы, что действительно забылось. И вот спросили меня, а что у нас там будет? Я говорю, а где будут эти вот войны будут? Я назвал, что будет эта маленькая горная страна. И подумал, что все-таки будет Косово. Ошибся, понимаете? Вот виделся. Да, было точно. В августе сказал, что после 1 августа это будет. Ждите. А теперь? Между 1 и 16 августа. А теперь лето? Почему? Потому что были два затмения. 1 и 16 августа. По древним традициям, по древним таблицам, вот именно во время близей затмений происходит событие критическое. В этом году затмений летом будет аж три. Ой! Да! Куда бежать? 7 июля будет. Понимаете? Вы цифру ту любите? 7 июля, 22 июля и 6 августа. Вот три затмения. И вот я хочу сказать, что, конечно, лето, если, я просто посоветовал бы людям, что если в отпуск, то лучше где-то или в самом конце лета, или в начале осени, вот на бархатный сезон. А что ждать-то? Что там страшного-то будет? Я же, вот, нечто подобное, что было в Грую, в этом, это соседа, вот такого рода. Думаю, что тоже где-то будет маленькая горная страна. Понятно. Вот так. Но это уже может быть и близко от нас. Это раз. Во-вторых, это действительно сезон авиакатастроф, это сезон всевозможных аварий различных, в том числе и на предприятиях, взрывов, аварий, электро, там всевозможные там землетрясения. Вот, короче говоря, лето нас ждет. Лето, лето, лето. Особенно, но не июнь, июнь-то спокойный, а вот где-то июль-август. Понятно. Сегодня у нас программа о будущем. Это уж точно, да? Потому что у нас в гостях астролог Павел Глоба. И принимаем звонки по телефону 223-5550. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, женщины к нам дозвонятся. Как вас зовут? Белла. В каком городе живете? В Москве. В Москве. Вы верите в астрологию? Да, верю. Тогда ваш вопрос к Павлу Павловичу. У меня такой вопросик. Я бы хотела очень астрологически, как бы, сказать, это городскому. Ну, как бы, люди как подходят друг к другу в личных отношениях. Пары. Кто вас конкретно интересует? Знак с каким знаком? Близнец и овен. Ой, давайте узнаем. Близнец и овен. Спасибо большое, Желана. Конечно, нужно не просто близнец и овен. Ведь это же 1-12-я часть человечества. Ну, как же так? Нужно точные данные, время рождения. И это достаточно непростая все-таки работа, чтобы одного человека с другим попалось. Только из любви к вам. Но овены и близнец считаются, по статистике, они очень хорошо сходятся. И очень часто я наблюдал, просто если это типичные представители овны и близнецов, они достаточно хорошо живут. Хотя, конечно, близнецу надо давать свободу. Не нужно. Овны очень часто бывают деспотами. Они людей своих близких ограничивают. К ним очень жестко и требовательно относятся. Нужно потерпимее относиться к близнецам. И тогда, в общем, союз будет достаточно удачным. Хорошо. Только из любви к вам я готов вам предложить. Вот действительно, человек хочет узнать свой гороскоп. Как он может, чтобы ему Глоба именно сделал? Ну, это самое... Есть какой-то сайт? Есть, есть, есть. Просто написать, значит, AstroGloba собакамейл.ру. Все. Вот так вот, видите, Павел Павлович. И вот рекламка прошла. AstroGloba. Вот. Павел Павлович, следующий звоночек у нас есть, да? Давайте примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вас как зовут? Меня Людмила Герасимовна зовут. Людмила Герасимовна. Ну, вы-то, наверное, не веки в астрологии. Я, вы знаете, верю в астрологию. Я верю больше картам. Но дело в том, что я прекрасно относилась, относилась к этой чудесной паре. Вот. Глоба и Глоба, да? Муж и жена. И как получилось так, что они, так сказать, вот, расстались. А вы по картам это сначала узнали? Нет, нет, нет. И как они расстались? Это предсказание или что-то еще другое? И второй вопрос. Я бы хотела адресовать вот, астрологам. Значит, я дева, да? И внучка у меня дева. Она родилась 8 сентября, а я 16-го. И вдруг я один раз открываю газету и читаю. Значит, то-то, 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 то-то. И потом вдруг хорошее время для зачатия. Понимаете? Есть ли какой-то возрастной ценз для астрологов? Вот, детский и взрослый. Понимаете? Мне внучка потом задала вопрос. А что такое зачатие? Она маленькая еще была. Вы понимаете? И после этого у меня какое-то сомнение, так сказать, закралось. Спасибо. Спасибо вам большое. Очень интересный вопрос. Слушайте, я не ожидал, что такой вот прям будет личностный вопрос. Конечно, надо будет такой вопрос. Ну, что значит? Ну, естественно, надо к этому относиться серьезнее. Ну, естественно, какое там, какое зачатие у ребенка? Вы что? Ну, понятно, что это должно быть продуктивный возраст. Хотя бы лет до 70, хотя бы. До 80. Есть бабушка какая-то в Бразилии 80 лет родила. Это нормально. И дай бог ей еще больше. А вот у другой там передавали недавно. Первые роды лет 60 с лишним были. Все хорошо, все прекрасно. Ну, ребенку же это неприменимо. Да, есть дни специально вот по лунному календарю, и индусы это подбирают, которые для зачатия больше подходят, чем другие дни. Например, это вблизи, допустим, перемены фазы Луны, или сразу после, или перед фазой. Вот, например, если это, допустим, 6-7 день Луны перед переменной фазы, или, допустим, 21-22 день Луны, это тоже вот считаются они очень хороши для зачатия здоровых, крепких детей, понимаете? Сумасая. Ну, а вот тот вопрос, который вы так потихонечку обходите, вот первый по поводу, что же так случилось-то? Ну, дело в том, что личная жизнь, она тоже записана на небесах. О, как! Да. И у каждого личная жизнь записана. В принципе, да. Но некоторые хотят ее менять, другие не хотят, а третьи не могут. И третьим даже лучше туда не соваться. Понятно. А вы в карты верите, вот эти Таро и так далее? Они существуют, карты Таро, они существуют с 14 века, их принесли цыгане в Европу. У них очень древние, кстати, истории, они имеют отношение к каббалистическим текстам, древним еще на Древнем Востоке, в самом Ближнем Востоке. И, в общем-то, у них есть интересная такая история. Правда, они к астрологии не имеют просто никакого отношения. Это символы, скорее всего. Конечно, символы, да. А вообще символика, вот сейчас популярный фильм идет, я думаю, что все ее знают, еще идет речь, я тоже на него сходил, не скажу, что получил замечательное удовольствие, ангелы и демоны, я имею в виду. Ну, это да, по Дену Брауну. Любовь к символам, это откуда такая вдруг сейчас? Ну, это, наверное, все-таки в человечестве есть, это в таком коллективном бессознательном, это Юнг об этом писал, мы все-таки очень любим то, чего мы не понимаем, потому что нам кажется, что при помощи овладения этими секретами мы можем что-то изменить в своей жизни, можем стать хозяевами своей судьбы, можем властвовать и управлять. Это от гордыни сходится. От гордыни сходится. А скажите, а как астрология и религия? Содружество есть между ними или нет все-таки? Раньше было, раньше было, и многие христианские, говоря, какая религия есть, христианскую религию, в христианской религии, в истории христианства было много примеров людей, которые даже потом получали, в общем, были канонизированы как святые и в православной церкви, которые астрологией занимались и другим советовали. Дмитрий Ростовский, например, в начале XVIII века был такой митрополит Ростовский, его фамилия была Туктала, он в честь имене ей написал «Житие святых», и он занимался астрологией очень серьезно, а он святой, между прочим. Семен Полоцкий, который, говорят, даже сделал гороскоп на зачатие будущего Петра I. Вот так вот. Вот так вот, и предсказал, что будет великий государь, что он там покорит многих, и так далее. Тогда такой вопрос. Ну, пожалуйста, а он был духовник Алексея Михайловича, понимаете? Скажите, а когда в России будет президент женщин? В России... Вы, наверное, рассматривали этот вопрос? Я думаю, что будет, конечно. И вот был такой Василий Немчин, астролог и врач, и он известный был очень личностью в начале XV века, вот он делал прогноз, я, кстати, по нему же как раз сказал, что Ельцин идет в отставку в 1999 году, что придет человек из спецслужб, это Путин, станет президентом России. Вот он говорил, что вот смутное время, оно закончится, будет переходный период, кстати, между прочим, Путин назван строителем мостов, что интересно очень, да. Путин и следующий Медведев, они строители мостов. А они одинаковые, у них гороскопы, или все-таки разные? Разные, но похожие, они похожи друг на друга, и вот действительно один продолжает другого политику. И они будут меняться? Да, в общем, это хорошо для России. Хорошо? Да, конечно, ну, я говорю, с Медведевым, это вообще идеально просто, идеально, просто наконец-то, во-первых, Единая Россия получила в живое воплощение своего символа, не зря они Медведев взяли. И фильмы голливудские знаменитые, там очень часто президент называют Медведь. И потом Медведь символ России был с древности, понимаете? Потому что у него исключительно харизматическая фамилия и исключительно харизматическая роль. Потом и Россия двуглавая орела символ, понимаете? Вот вам, пожалуйста, наше, по сути, очень хорошее такое двоевластие, которое воплотило символ двуглавого Аллаха. Две головы у нас в нашей России. Как говорят, одна голова хорошо, а две во власти лучше. И у нас это действительно блистательно подтвердилось. Так вот, и у этого Васильевна Мечта говорила, что придет время, будут еще несколько разных после этого переходного периода строительства мостов владык в России правителей. И после этого будет какой-то всадник на белом коне. Он будет недолго править, потом, видимо, его убьют. Какую-то удивительную личность, похожую на Петра Первого, высокого роста, где-то на 20-е годы, после 2022 года, я так думаю. И вот сменит какая-то златовласка, дама с золотыми волосами. Ах, ну мы, в принципе, дождемся. И причем, что интересно, что она будет связана каким-то образом с Борисфеном. Борисфен — это Днепр. Ага. Может быть, Юлия Тимошенко, что ли, станет президентом России? Это 2040 год. Сколько Юлия Тимошенко будет? В 80 лет, что ли? Она там молодая будет. Вообще-то Юлия Тимошенко вечно молодая. А она будет президентом Украины? Вообще-то должна. Сегодня не столько вспоминаем, а главное, сколько как-то смотрим в будущее с помощью Павла Глоба, который у нас в гостях. 223-55-50, номер нашего прямого телефона. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Зовут, зовут как вас? Андрей. Андрей, вы где живете, Андрей? А-а-а, Сибирь. Сибирь? Алло. В Сибирь, мы слышим вас, слышим. Алло, Сибирь, Красноярский край, город Ачинск. Вы верите в астрологию? Да, мы верим в астрологию. Мы это кто? Мы. Это моя семья. Понятно. Есть ли у вас вопрос к Павлу Павловичу? К Павлу Павловичу есть вопрос. Вопрос такой. Звучит так. Вы говорите, говорите, вы выключите приемник, потому что... Задержка небольшая. Да, приемник выключите, вы тогда слушайте только меня. Хорошо. Хорошо. Почему Павел Павлович не может обосновать свое везение в 13 число? Если астрология для него, ну, все ясно. То есть, еще раз, везение в 13 число? Да, да, да. То есть, до этого, перед этим, он сказал, что в 13 число ему везет. Да. Да. А вам не везет? Мне тоже везет, но я хочу... Чтобы вас успокоили и сказали, что... Вопрос звучит так. Давайте. Я не понимаю, почему, но мне везет. 13 число. Вы когда появились на свет? 23 июня. Вы тоже рак. Вы тоже рак. А вот для рака считается 13 число счастливое. В древних текстах написано. Я вот тоже, понимаете, к этому относился раньше. Знаете, как-то так, знаете... Какие раки прямо. Да. А вы считаете, что у раков 13 число счастливое число. Вот видите, вы тоже. А я 16 июля родился. А я 13, и я стрелец. Ну, вы в пятницу 13-го. Да, и в 13.30 еще. Николай, надевайте хоккейную маску. И биту в руки. И биту в руки. Да, 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 да. Павел Павлович, следующий телефонный звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Андрей зовут. Вы где живете, Андрей? Я вообще родился в Москве, но живу в Берлине, в Германии. В Берлине? О, я тоже живу в Берлине. Ну, Павел Павлович, частенько бывает в Германии. Скажите, пожалуйста, вы не верите в астрологию? Верю даже очень. Павел Павловичу верю. 7-0. 7-0. Ой-ой-ой, ваше любимое число. Я думаю, теперь уже кто-то должен, пожалуйста, дозвонить из тех, кто не верит в астрологию. Итак, ваш вопрос, Павел Павлович. Вот я видел, Павел Павлович комментировал по поводу родинок в форме созвездия, очень интересно. У меня на левой руке родинки в форме созвездия Малой Медведицы. Малая Медведица. Павел Павлович прокомментировал. А, это очень хорошее. Это, значит, диполярная звезда. Считается, что такому человеку нужно постоянно, такому человеку, понимаете, вот Малая Медведица, она всегда как навигационная звезда. Такому человеку нужно полагаться всегда только на свою интуицию. Не нужно. Нужно очень часто рассудок, ему будет подсказывать совершенно ошибочные решения. Вот так вот. Да. Нужно противоречить тому, что говорит логика, и часто поступать вопреки ею. И тогда его звезда его выведет, такого человека. Считается так. С ума сойти. Спасибо вам большое. По крайней мере, так было написано в древних текстах. Спасибо вам большое за звонок. 223-55-50, номер нашего телефона. Павлович, некоторые такие короткие вопросы, потом главный, естественно, вопрос. Скажите, вот сегодня будет финал Кубка УЕФА. Я не знаю, насколько вы интересуетесь футболом. Вот Донецкий Шахтер впервые вышел, да, украинский? Донецкий Шахтер, и что бы ему не выйти, за ним же известно, кто. Ну, скажите, выиграет, не выиграет? Донецкие, Донецкие. Ну, ну, как может Донецкие не выиграть? Хотя сейчас там все решается политикой. То есть, не, ну, а при чем политика-то к финалу Кубка? Да, политика имеет большое значение. И в футболе тоже везде, понимаете? И в Челси, где угодно возьмите. Поэтому тут надо... А Хиддинг когда перестанет быть тренером сборной России? А вы дайте мне его данные, хотя бы этого Гуса Хиддинга. Я знаю, что он Скорпион, но более точные данные. Хотя бы когда он родился, я могу сказать. Сходу не могу, потому что знаю только, что он Скорпион. 46-го года рождения, больше ничего. Жаль, не знаю, сейчас я буду искать пока. Павел Павлович, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот вы нас напугали летом. Я не напугал, я предупредил. Это разные вещи. Вот вопрос... Напугал, как я сказал, все, тушите свет, ложитесь под кровать. И вообще сейчас вот дяденька злой придет, и все закончится. Москва, пробки в Москве. Все говорят, что скоро город встанет. Город встанет. Когда? Встанет. Через 5 лет он реально встанет. А через 10 лет возникнет настоятельная необходимость переноса столицы в другой регион. И что, даже не в Питер? Даже не в Питер. Между Ленинградом и Москвой, между Питером и Москвой. Да вы что? А столица будет в Твери. Понятно. Административная только. Административная? Да. Хорошо? Очень удобно, очень удобно будет. Хорошо. И всем будет хорошо. Телефонный звонок 223-5550. Ну, может, все-таки лет через 13-14 это будет. Хорошо. У нас попозже. Посмотрим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Вера. Вера. Очень хорошее имя. Хорошее. Вера. Вы в каком городе живете, Вера? В Москве. Вера, скажите нам, пожалуйста, ну вот, вы верите в астрологию? Да, я верю в астрологию. У меня просто вот вопрос по палки. Что значит типичные представители? А типичные представители сложно объяснять. Ну, если вот вы читаете вот какую-нибудь книжку по астрологии, вот по своему знаку зодиака, и вы находите в себе большинство этих черт, говорит, у вас ничто не раздражает, ничего такого, вы не видите никаких противоречий. Например, вы вот когда родились, а? А, 4 марта, я рыба. Вот, вы рыба. Допустим, вы находите в себе, что как рыба, вы человек скрытный, вы человек чувствительный, вы человек привязчивый, вы живете прошлым, вы, значит, своим близким очень, понимаете, вот их опекаете, но вы человек очень нервный, впечатлительный, восприимчивый. Вот все рыбьи качества у вас есть, и очень скрытые, есть, если большинство вам подходит, значит, вы типичный представитель этого знака. А если, например, вот рыбы говорят, а какой я рыба, какая там у него рыба, у него моторность, подвижность, активность, смотришь в его гороскопе, там, что, самые ключевые планеты в овне находятся, ну что вы. Значит, он не типичный представитель, поэтому я даю всегда прогноз для типичных представителей этого знака. Понятно, ну, то есть это от числа, да, как-то родить человек? Нет, это зависит, это зависит не от числа, это зависит от расположения планет во время вашего рождения. Ну, вообще-то, честно говоря, еще и от времени рождения. Например, самые типичные рождаются утром, а самые нити, вы как раз вот видите, вы типичные. А те, кто днем в обеденный перерыв уже с такими поправками, а вот к тебе вечером на закате солнца, считаются самые нетипичные. Вот, например, Гитлер родился на закате солнца, и он телец, и у него никаких характеристик телца нету в его, потому что телец спокойный, достаточно мягкий, его, так сказать, трудно вывести из себя. Гитлер был абсолютно другим человеком, и он родился под восходящим знаком Скорпиона. Вот самые нитипичные рождаются на закате солнца. Вспоминая о главном. Вот интересно, у нас остается 9 минут до конца прямого эфира, и пошли вопросы конкретные. Сейчас я некоторые, вернее, назову те, которые приходят на наш короткий номер, 103.0. Но один очень такой забавный вопрос. Алла Пугачева объявила, что она уходит со сцены. Это правда, или она все-таки вернется? Ну, так его у нее и спросить. Все я могу сказать. Ну, конечно, она никуда не уйдет, она овен. А овны, они уходят только, вы знаете, только в одном известном всем направлении, последнем направлении. Понятно. Следующий вопрос. Ну, вот мы уже сообщили о том, где узнать можно о своем гороскопе. Любовь интересуется. 19 марта 79-го года она привлась на свет. Что-нибудь хорошее скажете про нее? 19 марта. Ну, рыба, конечно. У тебя все хорошо сила и хорошее настроение, наверное. Поэтому все хорошо, кроме августа и лета. И июля. В газете «Жизнь» опубликован материал, что в 2012 году будет прохождение какой-то красной планеты. И ее прохождение с февраля по июнь-июль принесет нам глобальные перемены вплоть до конца света. Как вы можете это прокомментировать? Чего все-таки ожидать, переживает Лена? Да ничего. Не знаю, какая красная планета. Что там летит? Ну, что, будет Марс. Марс, красная планета. Нормально. Никуда он не собирается вообще. Марс, это же вообще с войной как-то связано? Марс с войной связано. Ну, вот, честно говоря, все войны-то у нас действительно начинались, когда было великое противостояние Марса. В 41-м году, в 39-м году было великое противостояние Марса. А какая самая мирная планета? Ну, как какая? Мирная планета Венера считается. А Земля? Земля, наверное, да, да, да. Или она такая? И туда, и сюда? Ну, она для всех, по-разному. По-разному, для всех по-разному. По-разному, да, голубая она считается. Павел Павлович, а вы верите, что где-то еще такие, как мы, есть? Ну, почему нет? Верите или не верите, я их не видел. Говорили, некоторые видели, правда, у меня знакомые утверждали, что они с какими-то зелеными человеческими, с анапланетянами общаются. Где-то они общаются. Ну, как, ну, наверное, где-то вот у себя. В астральном каком-то. В каком-то знакомом пришвартовалась та же летающая тарелка к этому самому балкону. Сумасши. И пообщались немножко. Ну, пообщались, потом он три месяца лежал в психушке. Вышел, был нормальный. Ага. Стал нормальный. Понятно, хорошо, тогда мы с этой темой уходим. Уходим, да, да, да. И еще. Вот, наконец-то, нашелся честный человек, который, кстати, не назвался... А другие бесчестные люди. Как вы можете оскорблять людей? Я не оскорбляю, я шучу. Чушь это все проверено. Колдун Лонга был крутой. Где он? Что это все чушь? Ну, я же не колдун. Я никогда не утверждал и никогда не позиционировал себя как колдун, как воскресающий мертвых. И я думаю, что это все-таки Лонга. Я Юру знал хорошо. Он был хорошим фокусником. Вот единственное, что его... Зря он, в общем, себя позиционировал как каким-то колдуном. Он был бы нормальным фокусником. И, в общем, слава была бы, как у Капперфильда нашего. Просто, правда, разлива российского. Вот. Ну, это уже бог с ним. О покойниках плохо не говорят. Тем более, он хороший был человек. Но колдун и астролог-то разные. Абсолютно. Ну что вы? Какое... То есть вы не можете, если захотите, что-нибудь поколдовать? Ну, ничего. Я не буду этим заниматься. Я не могу и не хочу. А нет. Как, опять же, Пугачева пела. Да, вот смотрите, как она у нас сегодня. Замечательные пошли всевозможные просьбы. Я понимаю девушек, которые внимательно слушают радио «Шансон». В гостях у нас сегодня Павел Глоба. Здравствуйте, меня зовут... А это, кстати, Тимур пишет, не девушка. Родился 10 января 83-го года. Моя девушка 26 мая 85-го года. У нас свадьба 29 августа. Подходим ли мы друг к другу? Вдруг. 26 мая или... 26 мая. А он январский. А он январский. О, тяжело будет вам. Тяжело будет, вот могу сказать. Но преодолимо. Преодолимо. Нет, ну честно говоря, вот тяжело, потому что разные по характеру. Упертые такие, целеустремленные. Так это же хорошо, когда плюс-минус. Жесткие, козероги. И, вы знаете, свободолюбивые и очень такие вот любящие компании-близнецы. У них будет конфликт интересов. Поэтому здесь надо идти на уступки, иначе конфликт будет углубляться. Вопрос еще один. Я близнец, мой парень скорпион. Это возможно? Что это я не знаю? Это тоже такой же конфликт интересов. Тоже конфликт. Пробуйте, пробуйте, друзья мои. Так, скажите о пророчестве племени Майя. О конце света. Ну, 2012 год. Он будет непростым у нас. И я, например, считаю, что кризис, вот как такового, все говорят, кризис, кризис, он будет у нас, вы знаете, по-настоящему мы о нем узнаем только в 2012 году. Независимо от календаря Майя, кстати говоря, у них нет там конца света. У них просто есть окончание огромного, очень большого цикла и наступление нового. Хорошо. Да, реформы будут, да, будут перемены, но это не значит, что будет что-то такое. Принимаем следующий звонок. У нас мало времени, поэтому я так быстро-быстро-быстро, динамично. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Евгений. Вы в каком городе, Евгений, живете? Москва. Очень хорошо. Вы уже дома, наверное, находите? Да, дома. Ну, давайте тогда скажите, что вы не верите в астрологию. Ну, я так и скажу, что я в большинстве я не верю. Нет, вы скажите, не верю или верю? Не верю. Не верю. Нет. 8-1, да? 8-1. Все, замечательно. Сейчас я скажу, почему. Давайте, только быстренько. Да, ну, во-первых, все прогнозы астрологов – это общие фразы. Допустим, говорить, что через 10 лет Москва станет от пробок, согласитесь, не нужно быть астрологом, чтобы это утверждать, поскольку это и так очевидно, количество машин растет. Допустим, далее. Говорить, что через, допустим, некоторое время будет, там, в течение 20 лет какой-то еще очередной кризис, ну, тоже говорить, точнее быть астрологом не нужно, поскольку экономика… А сказать, что Ельцин уйдет в отставку в 99-м году, это как, скажите? А тогда ситуация была такая, что, опять же… Не было никакой ситуации, никто такого не сказал. Война в Чечне, война в Чечне. Никто такого не сказал. И что придет человек из спецслужб, кто сказал? И что погибнет паром Эстония, точно. Опять же, опять же. То, что придет человек из спецслужб, это было логично предположить, поскольку… Да, а почему же вы не предположили? И стали вы великим человеком. Друзья мои, извините, извините. Но никто же не сказал про Белоба. Сейчас, 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 сейчас. Я не кричу на каждом углу, что я такой великий астролог. Это, во-первых. Во-вторых, вы оба астрологи, я так понимаю. Я понял, почему вы не любите астрологию, потому что вы, наверное, тоже астролог. А вы завидуете. Подождите, подождите. Друзья мои, мало времени. Я реалист. Вы признайтесь о зависти своей. Вот и все. Такие общие фразы, это… Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы пытались когда-нибудь в жизни что-нибудь предсказать себе? Себе? Нет. Я просто, допустим, планирую и могу, ну, допустим, в какой-либо беседе прогнозировать, что, допустим, будет. И, допустим, я могу сказать, что кризис в сентябре, допустим, к осень, точнее, примет свою наиболее сильную форму, нежели сейчас. Неправда, неправда. Готов поспорить. А вот сейчас мы с вами прощаемся, а, Павел Павлович, главный вопрос сегодняшней программы. Когда кризис закончится? И вообще закончится когда-нибудь? Ну, это системный кризис. Его назовут даже не кризисом, а второй Великой Депрессии, я так думаю. Что, в принципе, это затянется достаточно надолго. Я думаю, что лет на 10, что наша страна еще, я говорю, к 2012 году только вот ее... Отойдет. Да, отойдет. Так вроде бы уже нефть начала дорожать, уже РТС там что-то поднимается. Еще подобно. Это все еще, понимаете, это все... Что делать-то нам? Это, ну что же, выживать нормально, чего? Мы выживем, это же коснется просто экономики, да, будет увольнений много, да, будет много проблем. Еще, если позволите, вот коротко отвечать... Но в сентябре-октябре не самое худшее время, между прочим. Все, я понял. А, ну вы же сказали, что отдыхать можно даже в сентябре, да? В принципе, да, конечно. Очень короткий ответ. Зимой будет гораздо хуже, вот, кстати, в этом плане. Все равно, быстренько отвечаем... Потому что там два затмения. И там два затмения. Скажите, а, значит, делается ли поправка на новый стиль по сравнению с временем древних текстов? А как же, а как же? Сразу делается. Штат того века делается. Конца. Ну, тут опять просят узнать конкретные числа. Мы уже сообщили, что есть сайт. У Павла Павловича приходите туда. Вот. Совпадает ли характеры людей, родившихся в одно время в разных полушариях? О, Господи. В разных полушариях? Не знаю, не пробовал их сравнивать. Наверное, должно совпадать. Тут не от полушария зависит. Дальше. Интересуется, как служится судьба Ходорковского? Он мне не заказывал своего городского. Не заказывал своего городского. И мне тоже на него заказа не поступили. Понятно. Так что, увы, у нас нет такого ответа. Ну и самое последнее. Павел Павлович, что нас сегодня вечером ждет? Вы там посмотрели по числам? Что нас ждет? Дождь нас ждет. Который пройдет, и все будет нормально после дождичка. В данном случае не в четверг, а в среду. А после 2012 года вообще все будет хорошо? Нет. После 2000, я бы сказал, 21. У нас действительно Россия будет великая держава. Реально. И 21 век это все-таки век России. Начиная с 2022 года. Спасибо большое. У нас в гостях был Павел Павлович Глоба. Интересно было. Но вы знаете, все равно у меня половинчатое отношение к астрологии. И хорошо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok